Дан пятиугольник, в который вписана окружность, известно, что радиус этой окружности 3, а периметр пятиугольника 20. Найти площадь данного пятиугольника. Опять же, что мы понимаем? Во-первых, пятиугольник какая-то непонятная фигура. Мы не особенно умеем с ним работать еще с правильным, куда ни шло, а здесь он произвольный. И дано как-то мало, только радиус и периметр. Вот эта конструкция должна хорошо у нас в голове лечь. Общая идея какая? Когда у нас какая-то сложная фигура, с которой мы не умеем работать, что нам приходит на помощь? Как говорил Юлий Цезарь, разделяй и властвуй. Хотя сейчас вроде в тренде объединяй и направляй. Но в геометрии все-таки наука древняя, разделяй и властвуй тут хорошо работает. Лучше всего с чем мы работаем? С треугольником, конечно, мы начинаем с него изучение, мы все про него знаем, мы умеем находить. Вообще, конечно, вот такая конструкция, если быть на нее насмотренным, сразу должно выстреливать полупериметр и на радиус. И задача решается в одну строчку. То есть полупериметр на радиус. Что у нас тогда получается? 20 пополам умножить на 3, 10 умножить на 3, 30. Вписали в бланк, перешли к следующей задаче. Но давайте все-таки еще разочек посмотрим, откуда берется вот эта формула, каким образом мы рассуждаем. Берем центр окружности, проводим отрезки до вершин данного н-угольника. Неважно сколько, 5, 7, 10, но в данном случае пятиугольника. Что мы получаем? 5 треугольничков. 1, 2, 3, 4, 5. В каждом треугольнике проводим радиус. Понимаем, касательно и перпендикулярно радиусу. То есть радиус будет исполнять роль высоты. А дальше абсолютно так же, как на предыдущем видео. Когда мы складываем площади вот этих треугольников, вытаскиваем высоту за скобку, и у нас получается периметр, сумма длины всех сторон, деленная пополам. Вот эта конструкция должна хорошо в голове отложиться. Нужно быть на нее насмотренным. То есть если вы видите многоугольник и вписанную в него окружность, еще даже не дочитав до конца, просто вот такую картинку увидели, у вас тут же выстреливает полупериметр на радиус. И дело сделано.